Я ее закручиваю, и там есть этот звук. Вот что с ним делать? Да, самая большая боль в моей жизни. Я сменил очень много всевозможных крематов. Вопрос у меня к тебе такой странненький, возможно. У меня, да, каждый тезис так начинается. Я же тебя спрашивал, когда ты меня к себе звала. Ой, люблю кофеек, не могу. На спас одеяль в лучшем случае. Да. Друзья, всем привет! Вы на канале Спорт Марафон. И сегодня у нас не совсем обычный формат, а все потому, что тема сегодняшнего ролика «Консервация и хранение снаряжения в Долгую» достаточно обширная, а мы бы хотели пройтись по всем аспектам и затронуть основные важные пункты. И именно для этого у нас сегодня в гостях Иван Хомов. Путешественник, парапланирист, велосипедист и просто отличный человек, который разбирается в хранении снаряжения, в выборе снаряжения и в том, как правильно за ним ухаживать. А поскольку нашей философией всех, кто здесь находится, является фраза понедельник начинается в субботу. Следовательно, готовимся к походу заранее, с момента того, когда пришли из предыдущего. Пришел домой, бросил рюкзак и сразу же начинаешь перебирать снарягу и готовить ее к следующим путешествиям. И начнем по традиции с большой тройки, с палатки, спальника и рюкзака. Самого сложного, важного и тяжелого. Да, полностью согласен. Итак, мы вернулись с похода, с какой-то экспедиции. Пришли домой и первым делом, что мы делаем? Гамбургер едим. Правильно. Но перед этим обязательно достаем свое снаряжение и проверяем, чекаем его на повреждения, на некомплектность и начинаем с палатки. Достали палатку, посмотрели, что в ней никто не живет, что вы не привезли с собой лужа, таракана, крысу, медведя, неважно кого угодно. Кузнечика. Кузнечика. Кузнечики особо опасны. Особо опасен. Потому что они имеют свойство прогрызать снаряжение. Я сам был свидетелем и чаще всего от этого страдают палатки, спальные мешки и, к сожалению, парапланы, на которых я очень люблю летать. Посмотрели, что там никто не живет. А я здесь живу. Вытряхнули. Если палатка сырая, предварительно мы ее просушили. После того, как присушили, посмотрели еще раз, требуется ли какая-то стирка. Да, стирать палатку, которая уже сырая, это не совсем правильно, потому что, скорее всего, она потом будет плохо пахнуть, либо плохо отстирается, либо вы еще усугубите проблему. Потому что не увидите, что конкретно там более грязное. Не уделите внимание самым таким местам. Да, может быть, достаточно будет просушить, и того будет вполне достаточно для того, чтобы сложить палатку и отправить ее на хранение дальше. Но если же нам пришлось ее постирать, то смотрим на этикетке, что пишет производитель. Внутрянку чаще всего можно постирать в машинке, в щадящем режиме, с моющими средствами, специальными для снаряжения, которые поддержат ее... Не порошком. Не порошком. Почему? И не щелочными средствами, которые могут разрушить сам непосредственно материал. А тент, неважно какой, силиконовый или не силиконовый, лучше постирать вручную, взять губочку просто, не щелочной раствор. Детское мыло. Детское мыло супер. Да, и аккуратно просто все протереть. Проверить комплектность важно, чтобы там колышки все были на месте, дуги были в порядке. Если у вас есть ремкомплект, или вы сломали дугу во время похода, желательно сразу эту дугу вытащить из палатки, положить на видное место, чтобы она мозолила вам глаза. Но надо смотреть внимательнее. И вы в ближайшее время смогли эту дугу заменить, но не всю дугу, а непосредственно сегмент, и восполнить комплектность палатки. Если у вас маленькая дырочка есть в палатке, то не пренебрегайте ее заклеиванием вовремя, потому что вот такая маленькая дырочка может привести к большим неприятностям уже в последующем походе. И почему, Ваня, это может случиться? На сильном ветру маленькая дырка, она очень, даже здесь ветер, если не сильно плотный, а просто крепкий и постоянный, нерванный. Он превращает дырку все в большее-больше отверстия. Почему они становятся все больше и больше? Ребят, заклеивайте и чините свои палатки заблаговременно. В походе на это рассчитывать не нужно. А, и там, если что, зашьют, это так не работает. Ничего хорошего, это не стоит. Есть возможность, заклеили, зашили и положили на долгое хранение. Хочу обратить ваше внимание, что некоторые палатки производители рекомендуют хранить в развертанном состоянии, то есть тенты раскидывать. Для чего это нужно, как ты думаешь? Чтобы, например, покрытие внутреннее силиконовое или полиуретановое не слиплось друг с другом. Все верно, да. У нас есть процесс диффузии, который также присутствует и в палатках. Если вы не доставите палатку в свой год, а может быть и два, а есть те, кто пренебрегает походами больше трех лет, что категорически плохо. И оно лежит там маринуется, как огурчик и банкер. Нет, ничего печальнее, чем зверь, запертый в клетке. То да, это может привести к тому, что у вас может палатка расслоиться. Это касается дорогостоящих палаток, которые сделаны из силикон-пу или вообще с силиконовым покрытием. Поэтому доставайте свои палатки, тентик можно просто раскинуть на полочке, сверху положите все остальные комплектующие палатки, и этого будет вполне достаточно для того, чтобы ваша палатка жила и радовала вас долгие-долгие годы. Хорошо, вот мы постирали тент. Нам нужно какое-то покрытие восстанавливать. То есть вот есть же мембранные палатки, да, если вы альпинист, у вас может быть мембранная палатка, у которой может быть DVR-покрытие, и тогда вы можете опрыскать палатку тент, вернее, после стирки именно пропиткой специальной, которая у нас продается, в том числе Granger's или Nikwax, ну что-то такое. Сибириан тоже. Да, Сибириан. Если у палатки нет такого покрытия, нужно ли что-то делать с тентом? Посмотреть на герметичность швов, текут они, не текут. Самое простое, что мы можем сделать... Деталента, да? Да, 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 по швам, которые идут. Самое простое, что мы можем сделать, это в домашних условиях восстановить герметичность швов. Продается силиконовая лента, с помощью которой это самый примитивный способ, при помощи которого мы можем восстановить герметичность. Более сложный вариант требует отдельного ролика, либо набитой руки и мастерского, так сказать, совета о том, как это правильно сделать. Ребят, если вы не знаете, как восстанавливать герметичность швов, обратитесь с этим вопросом к профессионалу. В какую-нибудь мастерскую, да, лучше не знаешь, не берись, чтобы совсем не испортить хорошую палатку, которой можно было помочь... Гораздо проще дешевле. Да, все верно. Я вам не верю. Силиконовое же покрытие или пориолетановое покрытие на палатке, оно в домашних условиях полностью не восстанавливается. И если у вас действительно большое пятно, на котором отсутствует какая-либо пропитка, вы на нее что-то пролили, какой-то горюче-смазочный материал, либо репеллент, который испортил ваш тент, то тут, скорее всего, придется делать ремонт, либо заменять элемент тента, либо полностью покупать новый тент. Поэтому будьте внимательны и аккуратны во время похода. Бережно. Бережно. Да. Дальше нам нужно комфортно и уютненько спать. О, спальник. Да, как нам комфортно и уютненько спать? Как ухаживать за спальником, если он испачкался, промок и вообще выглядит не очень? Спальник – это вообще очень важно. от того, как мы спим в походе, как мы отдыхаем, зависит вообще, насколько удачным и успешным будет поход. Я уже не люблю спать на обычных пенках, не люблю спать без подушки. О, вы из Англии? О, вы из Англии? Да, да. Я сплю только в очень теплом, комфортном для меня спальнике, который прошел со мной очень много времени. И для того, чтобы он меня и дальше радовал, я следую простым правилам. Первое. Прихожу с похода, обязательно также даю ему возможность подышать. Чем воняет, сынок? Это кислород, продуха. Кислород? Распрямиться, высушивая его. Смотрим все молнии, посмотрим на липучки, на все кнопочки, на резиночку вокруг капюшона, чтобы когда мы пришли на холодную ночевку, у нас не было такого, что молния не застегивается, либо там капюшон не застегнуть. Если нахожу какие-то локальные пятнышки, повреждения, стараюсь их застирать. Можно также мыльным раствором, нещелочным, либо каким-то уксусным раствором. Но, обращаю ваше внимание, такой подход не всегда будет полезен пуховым спальникам. Пуховые спальники требуют большего внимания и большего знания умений в их обслуживании. Будет непросто. Просто не бывает. Если вы какой-то сегмент пухового спальника застирали, он может потерять свои свойства. А, допустим, другие там сегменты по спальнику, они могут быть такими же пухлыми, рыхлыми и также сохранять тепло. Будет неприятно, если где-то возле колена у вас будет пух-не-пух. Просто холодный-холодный кусок. Холодный кусок, да. Если стирать спальник пуховый, то лучше, конечно, стирать целиком при помощи специальных средств. Об этом у нас есть дополнительный ролик на YouTube, вот здесь будет ссылочка или в описании. Смотрите, читайте, задавайте вопросы. Конкретно, что касается спальников синтетических, там все просто. Даже если у нас есть какое-то локальное какое-то повреждение, мы его даже в раковине можем аккуратно застирать. Ничего ему не будет. Высушить аккуратно, сложить его в специальный конверт для хранения и повесить в то место, где вы будете хранить. Также без солнечных лучей, с адекватной температурой и влажностью. Вообще, старайтесь не хранить спальные мешки в компрессионных мешках транспортировочных, которые мы используем во время похода. Да, вот важно. Да, если у вас есть возможность повесить ваш любимый спальник на вешалку в шкаф, рядом с вашим костюмом тройка, это вообще самое лучшее, что вы можете для него сделать. Если такой возможности нет, мы берем обычный мешок, что-то вообще такое, это просто мешок. Сетка такая? Да. Мы туда укладываем наш спальник, просто в рандомном состоянии и вешаем в тот же шкаф со всей основной экипировкой. Что насчет вкладышей? О, вкладыши, ребят, это вот, Лен, ты вообще правильнее вещь говоришь, подмечает. Для того, чтобы увеличить срок годности вашего спальника, самый простой и надежный способ. Предотвращение. Предотвращение, да, это использовать вкладыши. Вкладыши это просто уникальная вещь. Я пользуюсь постоянно, у меня их несколько штук, как утепленные, так и безутепленные, даже шелковые. Шелковые? Шелковые? Да, ты мне рассказал уже, я помню. Пришел с похода, высушил свой спальник, вкладыш сразу же отправил в стирку. Постирал, он высох, ты собрал спальник, кинул у него дополнительно вкладыш, и вот ты уже готов к новым приключениям. Теперь все в прошлом. В смысле в будущем? Неважно! А он стоит мало, не то что спальник. Стирать его в два раза, в три раза легче, просто в обычном режиме, в стиралке вместе с носками, труселями, футболками, носками, чем угодно. Постирали, высушили и все. Особенно если вы вдруг даете своим походным друзьям свой спальный мешок, без этого вообще не обойтись. А в турклубах это очень частая практика, обмен снаряжением, поэтому если все-таки даете или хотя бы даже берете спальный мешок у кого-то, купите себе отдельный чехольчик. Вкладыш, да. Очень удобно, кстати, для коммерческих походов, если вы там ходите с нашим краснополянским горным клубом, там у нас всегда есть вкладыш, который всегда постиранный, который всегда приятно использовать. И у нас спальники чистые. Естественно, конечно же. И мы переходим к рюкзакам. Ты дошла? Да. Вот, Вань, если рюкзак все-таки уже превратился в нечто грязное. У меня, да, каждый тезис так начинается. Вот не уследили мы, не смогли. Он промок, испачкался и так далее. Я разочарован. Как стирать или лучше дать ему высохнуть, чистить с него грязь условно и вот так дальше продолжить. Кстати, великолепный вариант, да. Сама отвалится? Почему? Не так часто стираю вообще рюкзак. Стараюсь просто за ним, бережно к нему относиться. И рейнкавер я использую не только во время дождя, но и во время транспортировки, во время стоянок. Ну, в общем, нужно, я так поняла, стараться сохранить именно заводское DVR-покрытие любыми способами, потому что если вы его постирали, то как бы вы не пропитывали после этого рюкзак, таким же классным оно уже никогда не будет. На 100% да, не верно. Ну, на 99,9% можно. Да, а рейнкавер, собственно, стоит очень мало, так же, как и вкладыш в спальник, поэтому предотвращайте, не пачкайте. Все верно. Если же случилось уже такое, что он испачкался, то у меня есть два способа. Один классический и другой только мой. Это же машина времени. Просто вернусь пораньше и предупрежу его. Мое субъективное решение – прийти на автомойку, самомойку, взять керхер и просто сбить с него грязь. Не повторяйте это дома. Не надо так делать. Это очень плохо. Самый классический способ – это, опять же, мыльный раствор, не щелочное какое-то мыло, щеточка нежесткая. И дома в ванной аккуратненько все ручками отстирать. Лучше локально, да, наверное? Лучше локально, естественно. Если ваш рюкзак какой-то ультралайт, либо вы там в нем пролили сгущенку, либо он позволяет, есть у него возможность постирать в машинной стирке, то есть вынимается каркас, на нем минимум каких-то фастексов, минимум какой-то фурнитуры, да, то вы можете совершенно спокойно постирать его в щадящем режиме в машинке автомат. Завидую вашему поколению. Вас не особо волнует правило. Но, опять же, перед этим ознакомьтесь с режимами на этикетке. Поехали дальше. Нам нужно на чем-то спать. Это коврики. И, значит, вот с пенками у нас вопросов никаких нет. Ну, что, мы взяли мыло, губочку, положили его в ванную, помыли, поставили сушиться, все. Но есть самонадувающиеся и надувные коврики, и обычные, и те, которые у нас со всяким прималов, там, другими утеплителями. Вот как быть вообще с ними, там, где много ячеек? Это же какая-то сложная, страшная история. Это самая большая боль в моей жизни. Я сменил очень много всевозможных крематов и спал и на надувных, и на самонадувающихся. Сейчас остановился на надувных. И лично мое мнение, делать это аккуратно, в ванной, в тазике, с закрытым клапаном, губочкой. Ни в коем случае мы их никак не стираем в машинке, не моем их керхером, не используем жесткие щетки, которые могут навредить ткани и вообще поверхности самого ковра. Для того, чтобы его намыть, достаточно будет обычной губки. Надувать при этом, ну, вот кто-то надувает, кто-то нет, кому как удобно. Если вы надуете, и у вас ванна позволяет там, не то что постирать, а намыть свой кремат, то это у вас будет дополнительная проверка его герметичности. Мне очень приятно в походе, в длительном особенно заметить то, что у тебя спускает твой кремат. У меня был такой случай, я какой-то часть сезона ходил только по ходу выходного дня с одной ночевкой. Когда ты спишь одну ночевку, ты не замечаешь то, что у тебя начинает травить кремат. А тут у нас была дневка, я весь день провел на кремате в палатке вместе с ночевкой. И я к середине ночи понял, что у меня спальник, ой, спальник, кремат начинает спускать, причем так он медленно. Пара-пара-пам! Медленно, но верно, да. Как бы я не пытался найти дырку, чтобы заклеить во время похода, я этого сделать не смог. Я сам во всем виноват. Мне же говорили, Рома, поезжай в санаторий. Нашел только тогда, когда воспользовался старым дедовским методом, намылил его в ванной. Тогда у меня дырочку найти получилось. Маленькие гаденыши, невозможно это увидеть, но он, тем не менее, сдувается, и ты стоишь в ванной, ищешь вообще, где же, откуда же, а их там 50 штук. Я хотел бы, чтобы ничего этого не было. В условиях похода никогда в жизни вы не найдете эти дырки. Это, скорее всего, попадание на какой-то... Запасной коврик у кого-то, да, из группы. Если он есть, а если его нет, то вам спать на земле. На спасодеяле в лучшем случае. Да. Некоторые ковры вешают так же, как и спальники, на вешалку в шкафу. Это самый оптимальный вариант хранения. Причем храним мы его с открытым клапаном, чтобы внутри так же все дышало, проветривалось более-менее и совершенно... Ну, не было проблем с тем, что там что-то может вспреть или заплесневеть. Да, никакой плесени. И чтобы там была какая-то живность. Вань, вот надо пропитывать коврики как-то чем-то или нет? Вот нужно это вообще? Ну, ты трекинговые палки изнутри моешь. Нет. Я их пропитываю. Я их пропитываю. В такие вещи надо просто верить. Друзья, никакими средствами дополнительными пропитывать коврики не нужно. Изнутри их стирать тоже не нужно. Это вообще бессмысленно и не имеет никакого под собой... Обоснования, в общем-то, логического, да. Самое распространенное загрязнение, как говорю, сгущенка кто-то тебе накапал. Я смотрю, ты со сгущенкой в тесных отношениях. Не расстоишь вообще никогда. У каждого есть слабое место. То есть, ну это ты сидишь в палатке, ешь, либо ты вытащил коврик с собой, чтобы тебе было комфортнее сидеть перед костром. Я против костров, ну допустим, там на берег реки, куда угодно. Заляпывал его чем-то. Сначала ты трешь это спиртовыми салфетками, либо влажными салфетками. Пришел домой, тебе хочется просто убрать пятнышко или более качественно его постирать. Все. Дальше у нас только ремонт. Ремонт это заклеить дырочку, либо заменить клапан, ну или бы мембранку в клапане, чтобы он работал правильно. Больше, в принципе, ничего не требуется. Если вы не в состоянии сделать самостоятельный ремонт, можно прийти к нам в магазин, получить консультацию, а если повезет, наш консультант поможет вам сделать оплатку. Не пренебрегайте этим советом, кстати. Да. Хорошо, супер. Прошлись по этим основным пунктам. Посуда. Очень важная часть снаряжения. Уже время обеда. Время обеда. Вот все, что я в основном видела у туристов и альпинистов даже в том числе, всегда котелки, все каны, вот вся какая-то посуда, в которой готовится основное блюдо, она всегда дико грязная, она всегда в копоте, она всегда черная пакета, с которой ты ее настоящим грязный, черный снаружи, внутри и везде. И все вот эти вот кастрюлечки, в которых все это готовится, они тоже какие-то жирные, такие вот не очень. Почему-то вот люди пренебрегают очисткой. Да, у меня есть друг, который на стоянке, если видит другую группу туристов, он в первую очередь их оценивает по чистоте Ганна. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Что у вас позади? Что вы настоящим? Что впереди? Мрак, грязь, страх и ничего человеческого. Он такой, нет, здесь мы стоять не будем. С высока революции. Да, да, нет, мы здесь стоять не будем. Ребят, немаловажно правильно следить и ухаживать за посудой, с которой мы едим. И это важно делать не только во время похода, но и после него. Важно удалить все остатки пищи, если они какие-то остались, копоть, нагорь и жир. Самый простой способ, если это кан, либо алюминиевая посуда, даже для титановой посуды подходит, используем обычную губку для мытья посуды и те же средства для мытья посуды. Не важно какие, главное не использовать сильно абразивные вещества, типа пемоса, пемолюкса, всяких порошковых средств. А можно дедовский способ? Да, дедовский способ тоже подходит, но хочу обратить внимание, современные, даже титановая посуда, либо посуда, которая имеет какое-то антипригарное покрытие, они боятся абразивных веществ. Ему страшно! Песком и содой с солью, да, можно мыть только то, что, ну, в принципе, не жалко. То есть, это внешняя поверхность кана, либо внешняя поверхность какой-то кастрюли или чайничка. То, что мертво, умереть не может. Хочу напомнить, дорогие друзья, извиняюсь, я тебя перебил, не моем посуду в речке с моющими средствами. Абсолютно. Да, это важно про это говорить. Отходим, отходим. На несколько, сколько, 30 метров? Ну, да, желательно от санки чуть-чуть и дойти, 20-30 метров достаточно, даже 20, наверное. Любое непонятное слово. Копаем ямку. Это все одна история. Копаем ямку, берем ведро воды, либо бутылочку, либо фляжечку с воды и там аккуратно моем с моющими средствами. В реке мыть с моющими средствами категорически запрещено. Ай-яй-яй. Ай-яй. Мы тут. За экологию тогда. Да, 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 да. Безопасность! Патруль! Безопасность! Патруль! Термосы и питьевые системы. О-о-о, это вообще... Любишь кофеек, да? Ой, люблю кофеек, не могу. Вот как раз выпуска недавно выпустили про термосы. И мы там чуть-чуть прям буквально зашли в тему того, как их правильно мыть и чистить. Буквально там ножки помочили. Я знаю, лично я знаю два действенных способа. Это специальное средство для очистки термоса и лимонная кислота. Чтобы ее кипяточком залить, она там побурлила и все, в общем-то, очистилась. Но кока-колу в термосе не вскипятишь. Не вскипятишь вообще. Поэтому, да, остается только два верных способа. Хотел бы заметить, что если вы любитель кофе и не можете во время похода обойтись без термоса с любимым напитком, то проще всего действительно воспользоваться старым дедушским способом. Это взять термос со специальным тефлоновым либо керамическим покрытием, либо использовать лимонную кислоту и специальные средства для удаления запахов из термоса. Обычные же пластиковые какие-то, или термосы с пластиковым, пуреулетановым покрытием, либо просто стальные термоса, ну, из классического пластика, крышками, с резинками, они все равно будут очень сильно хранить запах. И я думаю, если ты пьешь кофе, тебе это максимально знакомо. Чтобы ты не бил, у тебя будет запах кофе. У тебя будет кофе всегда. Ну, либо, да, либо берем отдельный термос для кофе в поход, или вообще куда угодно с собой. Это самый лучший вариант. Тогда будет второй термос. Но если не можем, то хотя бы споласкиваем после кофе каждый раз свой термос. А я привык делать то, что не должен делать. Знаешь, мне очень понравилась идея с дриппакетами. Я вообще не пью кофе, но... Кстати, да, удобно. Друзья просто берут в термосе кипяток и во время привала делают себе кофеек прям с дриппакета, либо с термопресса, либо с умотеком. Удобно, ты не пьешь вот это вот. Да, да. И тебе не приходится... Жевать перемолотые кофейные зерна. Перемолотые кофейные зерна. Я вообще кофе не пью. Пейте чай, друзья. Собирайте горный чабрец, и с чабрецом пейте чай. Да, мы поняли. Хорошо. Значит, мы термос дома помыли, разложили максимально, разобрали его на все запчасти, которые можно разобрать естественным путем, да, не разломав. И сушим вот таким образом, и термос храним тоже открытым, не закрученным. Да, чтобы там ничего не всплело, не появилась никакая живность, которая тебе там захочет выпить. Так, ладно, термосы это все очень просто. Это первый уровень. С питьевой системой чего делать, если не уследили, и там завелась жизнь. Ты знаешь, что бывает? Есть люди, которые любят в питьевых системах заплечных, которые носятся в рюкзаке, разбавлять и делать себе изотонат, ну, изотонический напиток, который они пьют во время вообще всего ходового дня. Я тоже был таким человеком, который, когда только появились изотоники, спортивное питание, такие, о, буду идти с изотоником. И как-то я, короче, просто забыл то, что у меня там был изотоник, забыл то, что у меня там питьевая система есть, что-то с фляжкой, тоже на дневке какой-то. На солнце у меня, в общем-то, остатки моего изотоната в питьевой системе забродили. Блестящие идеи, замечательная инициатива, но... Пахло это максимально ужасно. И поход стал интереснее сразу. Я думал, что я выброшу вообще эту питьевуху, потому что пить из нее что-либо мне казалось вообще будет невозможным. Но, тем не менее, придя домой, я ее совершенно спокойно отмыл, продезинфицировал, еще раз отмыл, и она до сих пор мне служит. Друзья, советую всем, это мои личные грабли, да, не разводите изотонические напитки в питьевых системах с трубками. Лучший изотоник нести в отдельной фляге, которая быстро и легко моется. Это гораздо комфортнее и продлит срок службы вашей питьевой системы. Если питьевая система, то только водичка. Это, в принципе, вот закон работает на увеличение срока годности вашей питьевой системы, вот просто в геметрической прогрессии. А вот с кастовым снаряжением чего делать? Ножи намыть, убрать очистки жизни, ну там, пищи, то, что у нас осталось. Все хорошенько заточить. Если вы сами не в состоянии это сделать, то можно отнести в мастерскую. Хочу обратить ваше внимание, что хорошо наточенный топор, пила или нож – это просто дополнительный уровень комфорта в походе. Абсолютно. Мы как-то тупой пилой дружбы, далеко лет 15 назад пытались насобирать на лагерь дров, и это было худшим занятием после тяжелого ходового дня Хилида. Если ты помнишь об этом до сих пор, Ваня… Да, да. Не поступайте так, как поступают многие. Храните свои снаряги правильно, относитесь к ней бережно, и всегда тащите ножи, лопаты, пилы и топоры. Хочу обратить внимание, если у вас топор с натуральной ручкой, то требуется чуть больше внимания, следует обратиться именно к людям, которые занимаются такими вещами, потому что ручки могут рассыхаться, требуется дополнительное какое-то расклинивание топора, либо, наоборот, какие-то дополнительные сушки, масла для того, чтобы ручка служила как можно дольше. Я использую самый универсальный топор Fiskars, мне он не очень нравится по дизайну, но как вот походный топор лучше ничего не придумаешь. Синтетическая ручка пластиковая, которая никогда меня не подводила, даже если я забуду там в лодке, в байдарке, там неважно где, даже если он чуть-чуть проржаеет, я его чуть-чуть наждачкой обработаю, и можно дальше, в принципе, колоть дровишки. А надо чем-то лезвие обрабатывать после того, как ты наточил и собираешься его убрать? Слушай, ну да, если у вас какие-то пилы есть, цепные особенно, пилы, знаешь, такие очень распространенные, можно воспользоваться просто обычным ножевым маслом для того, чтобы сохранить подвижность звеньев, для того, чтобы во время хромения у нас не было никакой ржавчины, потому что перепад температур возможен, как и конденсат на наши снаряги, даже если вы это храните как в каком-то гараже, условно отапливаемом. Условно. Условно, да, то все равно всякие непредвиденные обстоятельства могут быть. Вопрос у меня к тебе такой странненький, возможно. Столько вопросов, что не мудрено и запутаться. Как чистить палки? Я же тебя спрашивал, когда ты меня к себе звала, подумай, как нужно хранить, что нужно сказать, я же тебя подколол. Ты чистишь палки? Вот в них есть, вот я слышу, да, у меня палки, и хрустит там песочек, я ее закручиваю, и там есть этот звук. Вот что с ним делать? Важно избавиться от абразивного материала, от песка, который находится в звеньях палки. Если у нас был какой-то переход через реку, форсировали какой-то ручей, важно разобрать палки, чаще всего в большинстве моделей трекинговых палок, звенья в серой разборной, вылить остатки воды, возможно, посушить на привале, для того, чтобы там не было лишней влаги, которая способствовала разрушению, либо каким-то неприятностям. Также собрать, протереть и все. Я как раз на траверсах рек свои трекинговые палки мою, обычно это выглядит вот так, и никак иначе. Но! У нас есть такие палки, которые имеют конструкцию Z-Pulse, ты знаешь, когда внутри там шнурочек, резиночка шнурочек, то тут важно понимать, что вот эта веревочка у нас может перетереться, как и вот эта силиконовая оболочка, и за ними нужно... Будет минус палка. Минус палка в походе. В общем, счастливого пути. За ними надо следить чуть более грамотно, чуть более внимательно, для того, чтобы в походе для нас это не стало сюрпризом. Если есть какие-то предпосылки на перетертость, сразу как-то укреплять, усиливать, для того, чтобы в дальнейшем для нас это не было сюрпризом. Отлично! И теперь не менее важный пункт нужно осветить. Фонарь. А, ну, электроника, да? Вообще все. Да, вообще все, да, и ну и фонарь в том числе. Ой, ребят, это и рации, это и пауэрбэнки, и все возможные фонари, как кемпинговые, так и налобные, так и ручные. Самым главным правилом будет, наверное, хранить их без аккумуляторного, либо батарейного блока, без батареек. Чем чревато? Это окисление. Окисление приводит к тому, что, скорее всего, вы купите новые фонари. Ни хрена, что ты очищился, блин, держись! Потому что вот от контактов, от этих пружинок и от всего очистить жижу, которая там застыла, практически невозможно. Долго, муторно, процент маленький, но практически невозможно. Так складает вся электроэнергия. Зачем это вам нужно? Вынимайте батарейки просто. Прочитайте обязательно инструкцию к хранению раций, если вы пользуетесь походами в рациях, потому что некоторые рации хранятся с батарейками, некоторые без. И хочу напомнить про пауэрбанки. Также нужно доставать резюрюкзака и не хранить там от похода к походу. Желательно также, чтобы он просох, несмотря на то, что он находится в герметичном пластиковом кейсе. Мы все прекрасно понимаем то, что внутри, там на каких-то контактах, в разъеме может оставаться кусочки влаги, либо быть какие-то капельки, может быть какая-то, не знаю, изморозь. Изморозь? Не знаю, что это изморозь, я не знаю. В общем, я сушу абсолютно все и не жалею. Иной дороги нет. Отличный совет. Сушите все. И не жалейте. И не жалейте ни о чем, да. Да, ни о чем. Съешь на шурак, залий кипятком и не жалей ни о ком. Да. Почему мы прошлись? Палатки мы сказали. Палатки? Палатки, да. Если силиконовые, желательно раскинуть. Если не силиконовые, то можно хранить в транспортировочном мешке. Но если транспортировочный мешок имеет компрессионные мешки, я все-таки советовал бы компрессионные петли расслаблять, чтобы палатка хоть немножечко дышала. Рюкзаки стараемся не стирать, просто застирывать, как-то локально устранять повреждения и по возможности большую часть времени надевать на них рейнкавер. Спальники то же самое, синтетически. Стираем и не паримся, с пуховыми обращаемся аккуратненько. Чуть сложнее, да. И чуть сложнее, да. Если совсем не знаете, кстати, как стирать пуховые спальники и очень боитесь его испортить, поскольку, ну правда, не у всех машинки позволяют, а кто-то может с инструкцией не справиться, ну просто потому что первый раз это делает. Опять что-то невразумительное. Лучше отнесите в хорошую химчистку, почитайте отзывы там и, в общем, не пожалейте на это денег, потому что хорошие пуховые спальники стоят почти 100 тысяч, а иногда и больше, поэтому на этом не стоит экономить. С посудой, термосами, питьевыми системами разобрались. Остается только победить свою лень. Да, ребят, не храните долго снарягу, выгуливайте снарягу. Не забывайте про походы зимой, что они так же прекрасны, как и летние походы. А самая главная фишка зимних походов какая, знаешь? Какая? Можно пельмешек поесть. Пельмешки. Все ходят в походы просто поесть на самом-то деле. Да, да. А ты зимой идешь, у тебя ничего не размораживается, ты просыпаешься утром в снегу, в снежном лесу и сварил себе пельмешей. Обалденно же. На этом мы и закончим наш сегодняшний выпуск. Сварил себе пельмешей. Обалденно же. Ребят, ухаживайте за снаряжением и ходите в походы с удовольствием. С нами был Вань Пахомов. Это спортмарафон. Всем спасибо. Пока. До новых встреч.